У строительного комплекса Курской области колоссальный потенциал и его необходимо в полной мере реализовывать. Специалисты заверяют, что экономические санкции никак не повлияют на темпы строительства жилья. В этом году в эксплуатацию должны ввести почти 600 тысяч квадратных метров. В планах на ближайшую перспективу возведение новых объектов спортивной и социальной инфраструктуры. За последние три года у нас фактически объем средств, вкладываемых в строительство социальных объектов, вырос фактически в три раза. И на сегодняшний день мы продолжаем строительство детских садов, школ. Мы приступили к реконструкции гимназии, мужской классической гимназии. Мы строим легкоатлетический манеж. Приступили к строительству футбольного манежа. Создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан в приоритете, подчеркнул на заседании Госсовета президент Владимир Путин. Недаром еще наши предки говорили хорошо тому, кто в своем доме. Согласно опросам, более 65% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. И вы знаете, что этому вопросу мы уделяем постоянное внимание. Комплекс задач для достижения поставленных целей и подходов к их реализации закреплены в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Одно из направлений – снизить аварийность коммунальной инфраструктуры. В целом по стране обновят около 7 тысяч объектов. Жилье у нас утверждено, планы по вводу жилья, они утверждены до 2030 года. И мы понимаем их, знаем и стремимся к тому, чтобы те показатели, которые установлены для Курской области, мы их выполняли. Если говорить про пятилетние планы строительства, то туда вошли фактически все те социальные объекты, которые мы планируем на территории области до 2030 года построить. Государство продолжит поддерживать строительную отрасль. Одни из основных механизмов – ипотека и инфраструктурные кредиты. Кстати, прирост ипотечного портфеля за последние годы сильно вырос. В 2021 году он составил 2,5 триллиона рублей.